Добрый вечер! Мы продолжаем знакомить вас с новостями. В студии сурдопереводчик Хасан Исраилов и я, Алмаз Ашим. Начнем с того, что трассы Астана-Тимиртау, Алматы-Капшагай, Алматы-Харгос станут платными. На самоокупаемость участки перейдут уже с 1 ноября. Сейчас идут пусконаладочные работы. Об этом во время правительственного часа в мажоресе парламента сообщил министр по инвестициям и развитию. Женес Хасанбек также отметил, что завершается разработка проектно-сметной документации по устройству системы взымания платы на 13 участках трассы Западная Европа-Западной Китая. Трассы республиканского значения в целом порядка 11 тысяч километров будут платными в перспективе. За счет этого будут содержаться 23 тысячи километров республиканских дорог. То есть, если бюджеты не будут выделяться за счет платности на этом протяжении, вся оставшаяся часть также будет содержаться нормативно. Оплата по QR-коду и SMS. В Астане проходит техническая апробация новых методов оплаты проезда на общественном транспорте. Это означает, что теперь платить за проезд можно, не имея специальной транспортной карты и наличных денег. Нужно скачать одно из трех приложений на телефон и считать QR-код. Он появится в каждом автобусе вместе с подробной инструкцией. А вот если пассажир пользуется простейшим мобильным телефоном, то он сможет оплатить проезд со своего баланса, отправив SMS с кодом автобуса на короткий номер 2505. Полное введение дополнительных способов оплаты предполагается в октябре. Моментально оплачивается за проезд. Это отправка код транспорта, который в автобусе будет висеть на клетке соответствующей, отправить на 2505. И вам моментально в это же время приходится соответствующее сообщение о том, что вы оплатили за проезд. И этот же код можно будет показывать потом контролерам, консультантам, которые будут в общественном транспорте у вас, которые потребуются у вас. А QR-код как здесь? QR-код – это у нас есть три мобильные приложения на сегодняшний день. Это у нас HomeBank, MyBeline, MyBeline, то есть MyBeline. И также есть SMS-бас. Через это приложение можно, соответственно, сканировать эти QR-коды. И тем самым через банковскую карту, либо также баланс оплатить можно будет. В Узбекистане каждая третья пятница месяца станет днем без автомобиля. Резолюцию об этом приняло правительство страны. В конце сентября пройдет специальная акция. И первыми пример подадут депутаты парламента, пересев на общественный транспорт. Если идею поддержат местные жители, акция станет хорошей традицией уверенной власти. Подробнее об этом наш сюжет. С развитием экономики и улучшением благосостояния жителей увеличилось и число машин на дорогах. По улицам Ташкента сегодня ездит почти миллион автомобилей, не считая транзитных. Водитель с 40-летним стажем Гани Абдулаев к идее отказаться один раз в месяц от авто и пересесть на общественный транспорт отнесся положительно. Я за рулем с 75-го года. Сегодня поток транспорта в разы увеличился. Поэтому считаю, что правительственная акция «День без авто» – идея отличная. Она улучшит ситуацию на дорогах и экологию, приведет жителям новую привычку. К тому же ходить пешком полезно для здоровья. Акция стартует в конце сентября. Пересаживаться на общественный транспорт власти не принуждают. Это воля каждого гражданина. Но в парламенте надеются, что жители поддержат нововведение. В первую очередь проведем мониторинг и узнаем мнение народа. Опрос будет проходить в местах большого скопления людей, на базарах и в центре города. Каждый сможет поучаствовать в акции. Хоть на один день уменьшить транспортный поток и на примере показать, насколько можно изменить ситуацию. В настоящее время среда в Узбекистане объявлена днем профилактики пожаров. А четверг – днем предотвращения преступности. А в каждую третью пятницу месяца жители теперь просят обойтись без личного автомобиля. Будут ли действенны все эти акции – покажет время. Айдана Кребжанова, Ханаджин Спеков, Зафар Халилов, Хабар-24, Ташкент. Порядка 700 миллионов тенге по инвестиционной программе выделят на большую модернизацию шимкентского теплоснабжающего предприятия «Энерго-Орталок-3». Освоение денег запланировано до 2021 года. В «Энергоцентре» обещают провести нынешний отопительный сезон без эксцессов. Все котлы и другие теплооборудования проходят капитальный ремонт. Подробнее об этом в нашем сюжете. Мощность шимкентского теплоснабжающего предприятия летом составляет 80 мегаватт. Зимой объемы подачи тепла увеличивают в два раза. На модернизацию котлов и турбин до 2021 года по инвестиционной программе предприятию выделено 673 миллиона тенге. Из них свыше 140 миллионов уже освоено. Производится капитальный ремонт согласно инвест-программе по электроэнергии турбогенератора номер один. Также по основному вспомогательному оборудованию полностью произведены все регламентные работы. До начала отопительного сезона и распоряжения городского Акимата нами будет произведена подача тепловой энергии для нужд населения и коммунальных предприятий. Также у нас по городу имеется 5 локальных котельных, 3 газовые и 2 угольные. Они обеспечивают каждый свой район по обеспечению угля. Предприятие теплом снабжает большую часть города. Помимо этого ежегодно здесь производят до 700 миллионов киловатт электроэнергии. Отопительный сезон обещают провести без эксцессов. Для этого заготовлено достаточное количество топлива. Вопрос освоения средств, выделенных по инвест-программе, находится на особом контроле. Мониторить будет спецкомиссия. Тариф на тепло для потребителей специалисты обещают оставить неизменным. Пока никаких повышений не ожидается. Мы сейчас на данный момент разрабатываем меморандум вместе с самим субъектом естественной монополии, именно Энерговорта Аллахом, для того, чтобы расширить вопрос о неповышении тарифов. Новый отопительный сезон Энерговорта Аллах начнет без долгов, говорят тепловики. В прошлом году у предприятия была задолженность перед газоснабжающей компанией. Она полностью погашена. Ернур Душанов, Нурбек Байбосын, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар-24, Шымкент. К другим темам. Без вести пропавшие актюбинцы найдены в городе Аральск Казалардинской области. Ранее сообщалось, что поиск ведут сотрудники управления криминальной полиции. Для этого была создана оперативная группа из полицейских Иргизского РОВД и их коллег из Карагандинской и Казалардинской областей. Как рассказали в пресс-службе ДВД, в поисках был задействован вертолет. Совместными усилиями полицейские установили местонахождение всех шестерых пропавших. Напомню, 10 дней назад группа мужчин выехала в сторону Шалкарского района на поиски табуна лошадей и пропала. Они вышли на связь только сегодня, после проведения масштабной поисковой операции. В октябре проходит слушание дела о гибели 52 пассажиров рейсового автобуса в январе этого года. Согласно материалам дела, автобус заглох на трассе и чуть позже начал гореть. В нем находились 55 человек. Следствие установило, что в салоне для обогрева людей использовалась паяльная лампа. Отмечу допрос свидетелей ведется посредством онлайн-конференции в передвижном суде Сарагашского района Туркестанской области. Это сделано для удобства родственников погибших, граждан Республики Узбекистан. В качестве обвиняемых проходят 5 человек, трое водителей автобуса, главный механик и учредитель компании-перевозчика. Водителям вменяют нарушение правил эксплуатации транспортного средства и требований пожарной безопасности, повлекших смерть людей. Остальных обвиняют в проведении некачественного ремонта транспортного средства и подделке документов. Адвокат Акжар Кантурлыбай намерен обратиться в Верховный суд Китая. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту в Пекине. По словам адвоката, суды Гуанчжоу затягивают вынесение окончательного решения. В то же время в китайском законе нет четкого срока окончания уголовного дела. Тем не менее, адвокат намерен доказать невиновность своей подзащитной. Напомню, четыре года назад 20-летняя гражданка Казахстана была осуждена в Китае на пожизненное заключение за перевозку наркотиков. Позднее пожизненный приговор был отменен, а дело Акжар Кантурлыбай направлено на новое рассмотрение в суд Гуанчжоу. В ноябре 2016 года дело было рассмотрено повторно, но суд так и не вынес окончательного решения. Я уже два дня на связи с судом, который пересматривает дело моей подзащитной Акжар Кантурлыбай. Дело все еще находится на рассмотрении. В ближайшее время мы с генеральным консулом Казахстана будем обсуждать наши дальнейшие действия. Я намерен обратиться в Верховный суд и подготовлю специальное письмо. К событиям в мире. Шесть человек погибли, десятки получили ранения в результате террористической вылазки в столице Сомали, городе Магадиша. Боевик-смертник на автомобиле со взрывчаткой подорвался у ворот офиса администрации района Хадон. Сразу за этим последовала стрельба. От взрывной волны рухнули близлежащие строения. Пострадавшие были доставлены в больницы. Их точное число не сообщается. По данным местных СМИ, атака произошла на фоне открытия четвертой сессии парламента страны президентом Мохаммедом Абдуллахи Мохаммедом. Нападение устроила террористическая группировка Бока-Харам. В Японии растет число жертв мощного землетрясения на острове Хоккайдо. По последним данным погибли 14, извините, 44 человека. Пропавших без вести нет. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии. Раньше сообщалось о 37 жертвах. Напомню, подземные толчки магнитудой 6,7 балла сотрясли Хоккайдо в среду ночью. После этого на острове произошли более 100 авторшоковых толчков. Это вызвало многочисленные оползни. Работы по ликвидации последствий землетрясения продолжаются. В них задействованы порядка 40 тысяч человек. Для восстановления инфраструктуры выделено больше 4,5 миллиона долларов. Руководит процессом лично министр экономики Японии, который по этой причине отменил запланированный визит во Владивосток. Японский министр должен был принять участие в мероприятиях 4-го по счету Восточного экономического форума. Нападение на прохожих в Париже совершил выходец из Афганистана, приехавший во Францию в качестве беженца. Об этом сообщают местные СМИ. Между тем, полиция не раскрывает имени нападавшего, а инцидент не рассматривается как теракт. Напомню, накануне в центре Парижа мужчина напал на прохожих. Семеро человек получили ранения. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Атака произошла примерно в 11 вечера. Злоумышленник был вооружен ножом и арматурой. Один из свидетелей преступления бросил в мужчину металлический шар и отпугнул его. Преступник сбежал, а чуть позже напал еще на двух британских туристов. На военном параде в Северной Корее впервые за долгие годы не показали межконтинентальные баллистические ракеты. Предполагается, что это связано с нежеланием лидера КНДР Ким Чен Ина вступать в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом, с которым они ранее договорились о ядерном разоружении полуострова. Во время нынешнего парада акцент был сделан на темах, посвященных экономическому развитию страны. Несколькими днями ранее Трамп призвал Кима завершить денуклиризацию к концу своего первого президентского срока. В свою очередь Ким Чен Ин говорил, что намерен положить конец враждебным отношениям с Вашингтоном до 2021 года. Второй этап проекта «100 новых лиц Казахстана» будет больше ориентирован на молодое поколение. Об этом на встрече с лидерами молодежных организаций сообщил председатель Совета общенационального движения «Казахстан-2050» Мухтар Манкиев. Кроме того, стало известно, что на сайте проекта начался прием заявок участников. Он продлится до середины октября. После путем онлайн-голосования казахстанцы выберут следующую сотню выдающихся соотечественников. Инициатива президента по столицам, она очень актуальна, востребована. Потому что не всегда мы можем узнать о талантливых молодых людях, которые могут, готовы и уже делают ответственные, хорошие дела во благо Родины, во благо процветания культуры, каких-то новых изобретений, инноваций. И мы должны показать всему миру, что у нас молодежь способна делать удивительное. И прямо только что стало известно, что указом главы государства Осет Исикешев назначен руководителем администрации президента. Тем самым он освобождается от должности Акима города Астана. Информация появилась только что на официальном сайте Аккорды. Продолжаем выпуск. На телеканале BBC World News идет ротация мини-фильма и ролика о ЖТСУ. Планируется, что рекламная кампания увеличит узнаваемость богатого природными ландшафтами и историческим наследием края и привлечь туристов со всего мира. С создателями проекта встретился наш корреспондент Великобритании Галамжан Караманула. Рекламная кампания носит название ЖТСУ навстречу солнцу. Авторы проекта задались целью показать Алматинскую область с новой стороны. По замыслу режиссера, главный герой на лодке плывет по реке времени к своим истокам. На пути ему встречаются образы прошлого, которые не пугают его, а вдохновляют и заставляют двигаться вперед. Главную роль влюбленного в свой край человека сыграл не актер, а профессиональный байдарочник. По мнению авторов, он был настолько искренен, что ему не приходилось доигрывать. Плывя назад в прошлое, по пути он видит юрты, стоянку кочевников и воина, который передает ему ответственность сохранения и передачи ЖТСУ потомкам в том же виде, в котором получил. Мне кажется, это очень красивый образ, который красиво работает на экране, который заставляет зрителя, который никогда не был в Алматинской области, заставляет зрителя думать об этом, и ему наверняка захочется туда приехать. Авторы признаются, что их поразило разнообразие природы Казахстана. По их словам, зарубежному зрителю всегда удивительно узнавать, что на экране не красивые ландшафты Америки, а Чернинский каньон, не потрясающие горы Швейцарии, а окрестностей Алматы. И это главное преимущество Казахстана для привлечения туристов – сосредоточить в одном месте уникальные природные ландшафты, которые по отдельности представлены в разных точках мира. Пиар-специалисты уверены в том, что аудитория принимает решение поехать в ту или иную страну, не уже приехав, а находясь у себя дома. А подобные рекламные кампании, тем более с большим телевизионным охватом, как на BBC World News, имеют преимущество заинтересовать туристов. С точки зрения эффективности, это, конечно, чрезвычайно сильный инструмент. Но я уж не говорю про охват, когда вас видят полмиллиарда человек. Это уже не первая работа британской компании «Дарсфильмс» о Казахстане. До этого ими были сделаны фильмы о первых европейских исследователях Казахстана, Томасе и Люси Аткинсенах, ролики «Сердце Евразии», рассказывающие об Астане и ее красивой архитектуре, и исторический проект, посвященный тысячелетию города Алматы. Галмжан Хараманова, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. Труппа театра «Астана Балет» выступила в Милане. На сцене древнейшего театра «Нуова», который находится в исторической части города, артисты показали свою лучшую программу. Гастроли театра проходят в рамках национальной программы «Рухани Жангуру» под эгидой Министерства культуры и спорта Казахстана. Коллектив участвует в реализации проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире», представляя отечественное искусство на мировых сценах. Подробнее об этом в нашем следующем материале. История театра «Нуова» началась еще в далеком 1938 году. Сегодня здесь выступают именитые театральные труппы всего мира. Артистов «Астана Балет» с 9 утра ждал класс-урок, затем репетиции и в 20-30 вечера большой концерт. На суд итальянской публики коллектив представил оригинальную по содержанию программу «Астана Балет Гала», в которую вошли образцы национальной хореографии в новой интерпретации. Несмотря на то, что театр молодой, но он достаточно стремительно набирает репертуар разнообразный. Но выезжая за пределы, мы, конечно, представляем программу «Астана Балет Гала» целенаправленно, потому что она включает в себя, так скажем, стержень и основу нашей репертуарной политики. В основу это национальные номера, это стилизованные номера, миниатюры, которые несут в себе заряд, дух, энергию национальной культуры. Усталость и волнение артистов сменились уверенностью и воодушевлением. Полный зал, аншлаг, эмоции, публики и громкие овации. Среди зрителей и итальянцы, и наши соотечественники. Выступление артистов отметила и педагог-хореограф легендарного итальянского театра «Ла Скала». Впечатление в целом очень понравилось, очень вдохновенно танцевали, интересная хореография была, очень красивые костюмы и очень хорошая подготовка. Солисты вообще молодцы. Выразительность музыки и богатые художественные образы. Именно это особо запомнилось зрителям. Мне понравилась вот эта часть, где с черными юбками. Да, очень впечатлила музыка, хорошо подобрана. И девушки женственные, красивые, прекрасные. Очень нравится. К слову, это не первые гастроли театра. Ранее «Астана-балет» уже представлял свои программы на культурных площадках Москвы, Пекина, Парижа, Вены и других городов. Такие поездки для молодой труппы – это огромный стимул для творчества и возможность проверить свои способности перед новой аудиторией, рассказывают руководители. Впереди у труппы запланирован еще один концерт в Монако. Айдана Кребжанова, Маляка Назарова, Хабар-24, Италия. Пока это все. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok